Какими бы боевыми искусствами не занимался единоборец, обязательно в этих боевых искусствах присутствуют руки. Даже в спортивном тэквондо, в котором лупят ногами больше всего, все равно у них есть техника рук, а если это не спортивный тэквондо, то техники рук там тоже много, ну а любые другие взятия единоборства, там техника рук как минимум 50%, а то может и больше. Бокс это вообще все 100%. Так вот, учитывая тот факт, что мы работаем руками, мы, это я буду говорить с вами про бойцов, огромную роль у нас играет плечевой сустав. Я не буду говорить об ударных поверхностях, о локтях, сегодня поговорю именно о плечах. Почему? Потому что именно плечо обладает огромной циркумфлекцией. Циркумфлекция это вот это вот ротационное движение, благодаря которому мы можем донести ударную поверхность до мишени в любом направлении, вверх, вниз, вправо, влево, сбоку, по круговым траекториям удара носить. Все это обеспечивает нам наше плечо, потому что оно подвижно. Но у любого бойца есть определенный динамический стереотип, есть определенные траектории приемов, боковых, снизу, прямых, благодаря которым все-таки траектории усредняются и сводятся к каким-то оптимальным, необходимым для данных ЭНСМ-техникам. И поэтому сустав, несмотря на то, что это активная работа руками, задействуется не в полной мере, работает только в каких-то амплитудах, в определенных траекториях. Из-за этого динамический стереотип изменяется, износ сустава, а также наоборот его гипертрофия, в каких-то местах связок, их утолщение, укорочение происходит в угоду этой санкетехнике. Это не есть гуд. До определенного возраста это все хорошо работает, есть компенсаторная гипертрофия и любые другие механизмы компенсации, все дело восстанавливается. Но и то, если человек работает профессионально немного, получается в одних амплитудах он работает много и в траекториях, в других работает намного меньше. Соответственно сустав в одном направлении изнашивается больше, в другом не работает, что еще хуже. И там происходит амплитрофия связок капсулы. А сустав с амплитудой такой, что у него в принципе капсулы практически нет. Это такой сустав, который самый подвижный, в нашем деле он обеспечивает самые большие движения, самую большую ротацию, на самую большую амплитуду движений и конечностей. Это сустав тоже шарогидный, но там амплитуды меньше и ловкость его намного ниже. То есть сустав нам позволяет и вращать плечом в любых траекториях амплитудах, и поднимать, и отводить, и назад уводить, сгибать, разгибать любые вращения изнутри наружу, чего только нет абсолютно. То есть сустав такой очень подвижный, но это благодаря тому, что у него практически отсутствует суставная капсула. Там три косточки держат головку сустава, а между этими косточками натянуты мышцы в виде мембраны. И эти мышцы называются артотурные манжеты или вращательные манжеты. То есть фактически мышцы закрывают эти сангипромежутки и собственно говоря держат там головку сустава. Вот когда мы наносим удары, то головка спичево-кульстри стремится выйти между этими косточками в зависимости от сангипромежутки движения. И держат ее там только вот эти мембраны мышцы натянутые, а также это посредованно мышцы надплечья, которые сверху еще поддавливают. А то, как прорабатывать ротаторную манжету перед силовой сангипромежуткой я видео уже записывал, но я тем не менее все равно сегодня покажу. Вот в данном видео я хочу показать, как нужно закачивать обязательно бойцом и плечо и надплечи для того, чтобы обеспечить его максимальную защиту. В чем особенность? Понимаете, когда работают с бодибилдерами, они в принципе работают все равно в таком же ключе, как и бойцы. По-своему они работают тоже в определенных амплитудах, в определенных детрикториях для того, чтобы прокачать передний пучок, средний, задний, добиться дефиниции, разделения, да, присушки, чтобы эта сечка была, и все такое прочее. У них своя самая задача, у бойцов своя задача. Вот эти узкие задачи не дают плечу проработать так, как надо в полной мере. Поэтому боец обязательно должен, работая с тягощениями, наряду с упражнениями такими, какими выполняют бодибилдеры или мутотлеты, обязательно выполнять еще высокоамплитудные движения по полной амплитуде, по тем амплитудам, которые вообще у нас физиологически возможны, которые заложены и которые есть. И этому помогают очень хорошо различные махи и вращения на гигантели. То есть это такие комплексные, неселективные виды действий, когда мы не только какой-то пучок один допрокачиваем, смежные пучки передней и средней, например, средней и задней. Или когда в одном движении мы прорабатываем поочередно все пучки, то есть от переднего через средний и к заднему. И амплитуды должны быть максимальные, чтобы стабилизация сустава внешними крупными соматическими мышцами была с самых разных сторон. И вот когда мы это все прорабатываем, то можно добавлять и узкоспециализированные нагрузки. Это предотвратит такие серьезные травмы и серьезные спортивные патологии, профессиональные спортивные заболевания, как артрит плечевого сустава, а также привычный подвывих и привычный вывих в плечевом суставе, которые часто бывают у боксеров, которые вынуждены плечом ударе поднимать и, соответственно, располагать вот таким образом, когда головка, плечевые кости очень сильно давят на мышцы, ротаторные манжеты и может, в конце концов, просто продавить их и выйти наружу. Там образуется отверстие, в которое постоянно плечо, ну, плечевый кость будет выскакивать. И тогда возникнут серьезные проблемы. Так вот, сегодня я покажу вам те упражнения, которые надо делать обязательно, хотя бы иногда, наряду со всеми другими силовыми. Раз за неделю по плечу нужно прокачивать теми упражнениями, которые я покажу сейчас. Для этого больше всего подходят гантели. И когда есть вот такой гантельный ряд, да, простейший, то можно сказать сам сразу, что боец любой может отлично прорабатывать весь плечевой самый пояс, и прежде всего мышцы плеча и надплечи. Конечно, не забываем, что перед любой тренировкой нужно выполнить разминку. Разминку я сейчас вам обязательно покажу. Я ее запишу отдельным видео. И в этом видео либо она вставлена будет, либо будет дана отдельная ссылка на всю разминку ротаторной манжеты и плеча, которую можно делать перед любой тренировкой, перед боем с тенью, перед работой по снарядам. Сегодня вот в этом видео главная задача показать упражнения силовые. И разминка силовая тоже присутствует. Значит, упражнение номер один, которое должно быть обязательно. Это разминка ротаторов. Для этого берем довольно легкие гантели. Поднимаем их вверх и осуществляем вот таких движений. То есть локоть у нас четко эффективен. И стараемся максимально провесить руку вниз и предплечье, сколько его позволяет, и поднять его в вертикальном положении. Вес должен быть легкий. Поймите, мы сейчас мышцы не качаем, мы разминаем ротаторную манжету, да. Некоторые видят мышцы. Там несколько мышц, нам надо проработать их все. Для этого нам нужно проратировать головку с плечевой кости в суставе по разным направлениям. В 20 раз достаточно. Теперь ставим локти, фиксируем и разводим. Некоторые, кто не знает что-то такое, думают, что за фигню человек делает. Вроде и не бицепсы качает, ничего. Прорачивается головка с плечевой среди кости в другой совершенно амплитуде и в другой триктоне. Если вы начнете это делать, вы сразу же почувствуете, как у вас натягиваются мышцы в плече. Сбоку и кзади. Движение довольно интенсивное, но не резкое. Вес гантелей должен быть очень маленький. Дальше сделали 20 раз. Прорачиваем таким образом гантели. То есть просто гантели вращаем. Максимально вращаем внутрь плеча, разворачиваем наружу. Внутрь, наружу. То есть опять же проворачиваем головку плечевого сустава. Суставной капсулы. Сустав, да? Суставной ямки. Капсулы как таковой, в принципе, там нет. Вот. Минимальный, значит, объем ротации мы завершили. Теперь осуществляем другую флексию для разминки мышц над плечей. То есть для дальтовидной мышцы. Вот это вот упражнение, оно комплексное. Поднимая руки спереди, у меня напрягается передний пучок дальтовидной мышцы. Отводя руку в сторону и назад, я прорабатываю задний и средний пучок дальтовидной мышцы. Вот таким вот образом тоже осуществляю 10-20 движений. До легкого такого вот утомления вы должны почувствовать, что нагрузка в надплече есть, наприсутствует. И в обратную сторону. Сзади и через стороны поднимаем руки. Стараемся не поднимать вот так вот вверх с кистями. То есть ладонями вверх не поднимаем. Стараемся поднимать тыльными сторонами вверх. Тогда проработка будет более качественная. Выключены мышцы плеча, вот такие как спрахиалис, плечевая, бицепс. Плечи лучевые будут выключены. Больше будут работать непосредственно дальтовидные мышцы. Все. Протное плечо вверх. Замечательно. Не забывайте, что перед этим должна была быть выполнена обычная разминка. В смысле, полноценная. Вот. И несколько видов махов и их разновидностей, которые мы делаем, при проработке мышц над плечей. Первое. Самые сильные, конечно, мышцы над плечей – это передний пучок дальтовидной мышцы. Поэтому его мы не прорабатываем за мной первым. Потому что, если мы начнем его работать, он опосредованно обязательно цепляет еще и боковой пучок, который более слабый. И когда дойдет время качать боковой пучок, он уже будет уставший, и вы полноценно его не прорабатываете. То же самое касается заднего пучка. Хоть он наименее выраженный, но он всегда сопряженно цепляет на себя часть трапециевидной самой мышцы. И поэтому, если вы начинаете прорабатывать заднего пучка, его тоже полноценно не проработаете, потому что у вас спина подлужная будет. Сильные веса, большие веса тягать можно. Поэтому я всегда начинаю работать со среднего пучка. Беру довольно легкие гантели. Опять же, для начала, каждое упражнение я делаю в шести подходах. Первое – разминочный с очень легким весом для того, чтобы мышцы поняли, как они работать будут, по каким плитудам и по каким своей траекториям. Чтобы они наполнились кровью, разогрелась связка и не возникла травма, когда я возьму гораздо больше веса. И работаю я всегда лесенкой понарастающей. То есть каждый последующий вес, с которым я работаю, будет больше. Итак, первое – это махи гантелей в стороны. Гантели сводим перед собой, чтобы удобно было, можно чуть-чуть наклонить корпус вперед одну капельку. Не надо вот так наклоняться. Так вы будете подключать больше задний пучок глитовидной мышцы. И в зависимости от того, насколько вы сильны, вы можете ее почти прямую поднимать. И делать при этом одновременно азнепронацию. Поворачиваем кисть внутрь, чтобы поднять вверх с мизинца. И локти. Вот таким вот образом. То есть не вот так вот надо поднимать, как некоторые делают. Когда вы вешаете гантели перед собой и поднимаете локти, то у вас очень короткий рычаг. Соответственно, вам просто лучше взять гантели полегче. И делать махи побольше. Итак, поехали. Вот. Большие широкие махи, как будто кривили действительно марш. Первый подход с легким весом может быть достаточно большой и длинным. В 30-ти раз может это делаться и даже в 50-ти, чтобы создать там рельги предварительно. то есть мышца должна устать. Должен почувствоваться легкий пампинг. То есть связки должны налиться кровью. И должны почувствовать эффект вот такой наливания мышцы. Работаем. Старайтесь не размахивать гантели вот так. Не махать. А медленно поднимаем, медленно вниз опускаем. Вниз руки не бросаем. Опускаем под контролем, спокойно, медленно вниз. Довольно плавно вверх, довольно плавно вниз. Тогда проработка идет очень качественно. Как утомление почувствовали, забивать полностью мышцы не надо. На этом и закончили. Это разминочный подход. И дальше идет уже 5 рабочих подходов. Начинаем с веса поменьше и делаем большее количество раз. То есть берем такой вес, который можно сделать 25-20 раз. И потом повышаем вес, чтобы последний подход был от 5 до 10 раз. Вот я беру гантели по 6 килограмм. Планирую сделать с ними где-то в районе 20-25 раз. Планирую. 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 Планируем. Планируем độcolомığını oper器. И из фанатологии. Планируем немного одно слива. Вающемит is very walking. То есть максимально минута, не больше. Всего будет упражнение несколько, их бывает от трех. То есть это махи в стороны, махи вперед и махи в согнутом самоположении. Но иногда доходит до пяти, даже до шести подходов, когда я делаю целевую работу на дельте. Там уже не махи подключаются, там еще добавляется жим Арнольда, в котором тоже присутствует ротация. Поэтому хорошо прорабатываются мышцы работы плеча, тоже очень качественно. И добиваю еще армейским жимом и жимом гантелей на стуле или на скамье. Вот это полноценная такая тренировка большая. Вообще вариаций дофига, может быть жим в тренажере, как угодно, но базовые махи делаются всегда. Кстати, иногда я добавляю еще в махах дропсет, когда я не беру и веска будет меньше, а когда заканчиваю подход, я еще делаю немножко по-другому. Не вверх поднимаю руки до конца, а вывожу перед собой в гантели и поднимаю руки локтями вверх. То есть тяну, как будто у меня вот работают только локти. Кисти только держатся в гантели и не подключаются к предплечи вообще. И тяну только локти вверх. Только локти вверх. А гантели при этом висят безжизненно, как лицо, вниз. И добиваю таким образом еще десяточку раз. Вообще селективно работает, очень качественно. Средний плечок бездовидной мышцы. Что я, собственно говоря, сейчас и буду делать. Вот я беру гантели по восемь килограмм. Это третий подход из шести. Планирую сделать 15 раз. И потом добить дропсетом. И дропсет нашел. Дропсет, и важно понимать, что мы не торопимся и должны поднимать плечи вверх. А отводить руки в сторону. Реших туда будет опускать нельзя. О, сразу пошел пампинг. Плечи забиваются. Хорошо. Сейчас будет четвертый подход. Берем гантели еще тяжелее. Беру десятку. И планирую сделать с ней 12 примерно раз. И потом добить дропсет. Сколько в дропсете делаю? До чувства сжения. До пампа. Четвертый из шести. Дропсет. Дробы. Вот с этими гантелями я и продолжу. Сделаю еще с ними два подхода. То есть это будет пятый и шестой. В таком же ключе. То есть буду планировать делать по 10-12 махов и потом десятку где-то дропсеты. Плечи надуваются, чувствую, распухают. Если бы сейчас не было бы такой отек же слегка, санома, сейчас бы сразу какая-то прорезка пошла бы между средним пучком и задним. Сейчас бы пошла разбивка. И когда мы проработаем еще махи назад и вперед, то дефиниция пойдет еще и между передним пучком, средним и задним. То есть вообще вот такая хорошая наливка в плечи наливаются. Вот это вот будет показатель хорошей прокачки. Я специально пишу вам это видео одним файлом, для того, чтобы вы видели, как тренировка вся идет в режиме реального времени. Время. Время. Ах! Время. Ах! Ах! Хорошо, так, где у меня, пойму бы Сашечке, глотну. Тренируюсь я сейчас в Таиланде, на Самуи, жара пипец какая. Несмотря на то, что сейчас у меня работают два кондиционера, выставленные на 18 градусов, весьма, весьма жарко. Перед этим у меня была пробежка на беговой дорожке, а полчаса пропотел, прям вообще капитально. Очень хорошо. Крайний подход на средний пучок. Ну вот, одно упражнение я закончил. В точно таком же ключе выполняются упражнения на передний пучок дельты и на задний пучок. Дальше, махи на передний пучок. Два варианта. Первый, можно делать одновременно двумя руками, можно по очи. Не переворачивайте руку ладонью вверх, иначе очень сильно подключаться будут бицепсы, плечевая мышца, плечевая, крюмовидная и так далее. То есть, вот таким образом надо работать. Руку можно чуть лицом не согнуть для того, чтобы не подключать ненужные руки для работы мышцы. К сожалению, здесь только гантели. Идеальный вариант, когда мы берем тяжелый диск на торштанге, поднимаем его до высоты больше 90 градусов. Это так, чтобы между 90 и 180 было 45 лет. И еще делаем поворот, как будто вращаем руку. То есть, поднимаем, делаем поворот. Сейчас покажу, как это делается на такую штуку. Вот, это крышка, она как бак. Вот, теперь диск. Поднимаем, делаем вращательные движения. Поднимаем, делаем вращательные движения. Когда у нас подключается еще дополнительно, опять же, ротатор и стабилизируется, кроме надплечья, мышцы еще ротаторы. Но, если у нас этого нет, то работаем просто гантелями махи. В первый подход, опять же, берем довольно легкие гантели и делаем. Можно двумя руками сразу, потому что гантели легкие. Главное, не разматывать корпусы вот так. Вот так вот. Никаких махов. То есть, застабилизировали тело и стараемся тело не раскачивать вообще. Первый подход делаем довольно много, большое количество раз, иногда даже до 50, если гантели очень легкие. Вот. Для того, чтобы хорошо пробить, разогреть. Вниз не бросаем, медленно ведем. То есть, с одной скоростью все работает. Нет плазмы, где мышцы расслабляются, они все время в напряжении. Вверх совсем поднимают руку, не надо, чтобы отдых там не шел. Рука встает немножко вперед выпрыгивает. Не поднимается над головой совсем. Вот. Иногда достаточно поднять чуть выше, чем до 90 градусов. То есть, чуть выше, чем параллельный пол. И этого будет нормально. И этого будет достаточно, вот так вот правильно говорить. Вот. Проработали. Обязательно не игнорируйте вот этот вот легкий подготовительный подход. Он очень важен, чрезвычайно. Потому что он гарантирует от вас от того, что вы заработали травму. И пошли рабочие подходы. Вот. Взял гантели потяжелее. Чуть-чуть. И почередно. И. 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 Так. И. Покадание. И. Если гантели легкие, в самом конце может д filmmaker будет подворот вверх мизинца. То есть подняли и осуществили кузнице до ворот, чтобы подключить дополнительно ротаторы. Чтобы когда вы будете бить, подворачиваем кулак, чтобы этот ротатор стабилизировал ваше плечо. Берем гантель, еще тяжелее. Здесь я, как правило, делаю между подходами очень маленький разрыв. Почему? Руки очередно работают. Поэтому и перерыв можно меньше делать. Ход дыхается больше. С этими руками я делаю. Перерыв был чуть дольше. То же самое можно делать абсолютно и на трассове, на блоке. Вытягивать руку вперед. Сзади трос, берете ручку и снизу вытягаете вверх. При этом лучше наклониться чуть-чуть. Почему? У вас рука будет еще более качественно прорабатываться. Вы будете тянуть ее сзади уже. И вот амплитуда какая работает. Здесь вы поднимаете. Вот у вас амплитуда рабочая. Где работают мышцы. Там она будет работать. И сзади в положении сюда вперед. Еще более качественно. Поэтому на тросовых, смотрите, перенажерах делать вот эти вот водящие все движения. Можно еще более качественно. Я показываю только основу. На самом деле этих упражнений может быть массы. Различного рода махи могут быть. Как на тросовых тренажерах. Так и со свободными тресами. В разных совершенно вариациях. Одной рукой, когда вы зафиксируетесь одной рукой. И одну руку делаете махом, да. Это сколько угодно много может быть. Самых разных упражнений. Просто важно понимать, что махи с почти прямой рукой. Для файтера более качественный способ. И более самополезный. Для проработки мышц над плечами. Поехали. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 по full body. Только тогда будет не по 6 подходов, а предположим по 3, то есть 3. Делайте там 3 круга больших состоящих из 7-8 упражнений. Пойти по crossfit работаете. И в них обязательно включены упражнения на плечи. Но я тогда, когда работаю в full body, я как правило работаю плечи на петлях TRX. Но об этом у нас будет с вами абсолютно отдельная тренировка. Салют. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова